В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Загадки самарских пирамид. Пару недель назад я рассказывала о самом популярном, наверное, ныне в виде мошенничества, безвозвратном сборе денег с населения конторами, которые маскируются под солидной инвестиционной компанией, а на деле оказываются типичными пирамидами. Обещала следить за продолжением темы. Кто бы мог подумать, что события будут развиваться так стремительно. С момента выхода передачи лопнули еще четыре конторы. В трех из них я буквально накануне побывала под видом потенциального вкладчика, разумеется, снимая занимательную беседу с сотрудниками компании на скрытую камеру. Эти кадры сейчас внимательно изучают следователи и оперативники, поскольку еще не по всем фирмам возбуждены уголовные дела, но это, уверенно, дело времени. Причем ближайшего. На данный момент в области расследуют уже десяток дел-близнецов. Схема одна. Новорожденная фирма «Рога и копыты» берет в себе звучное название, к примеру, «Стройфинансинвест», «Сберфинанс», «Алтын», «Содружество», снимает солидный офис, не скупится на рекламу в цветных газетах и обещаниях бешеных процентов. И век этой фирмы ярок, но не долог. Спустя полгода, максимум год, лавочка прикрывается. Вкладчики, понятно, денег своих не вернут. Увы, но можно даже не надеяться, поскольку задержать главных вдохновителей аферы редко когда удается. Все, что остается людям, это ругать себя за доверчивость и слать проклятия в адрес мошенников. А ведь заверяли девочки, мы стабильные организации. Это не то, что другие. И я поверил, да. Ну, лох, что поделаешь. Зато свободный, как птица в полете. Ничего не отягощает. Ну, пусть они прокляты будут все. До последнего, в конце, не признались, не сказали. А что это они будут говорить? Ну, зачем? Мы уже на рынке столько лет, столько лет. Вы видите, мы с ним никаким связаны. Мы никогда не лопнем. Заверяли так. Там смысл, чтобы обмануть. Чем больше вложите, тем больше получите. Ну, логика, конечно, простая. А пенсионерам что-то? По зубам получите. На первом этаже офисного центра «Капиталхаус» не протолкнутся. В тесном коридоре собираются почти сотни вкладчиков «Смутной надежде на чудо». Но когда речь идет о деньгах, чудесам нет места. Двери, за которыми еще недавно сулили сказочные барыши, наглухо закрыты и опечатаны. В Новый год подарки получили мы от них. Да, да. Понимаете, что? Да вы что, чаю вот такую огромную, конфет-коробку вот такую огромную. Я прямо вообще поразилась. И такие вот дружелюбные, такие хорошие. Вы не переживайте, все будет у нас хорошо. Дружелюбные люди в одну ночь вывезли офисную технику и мебель. А ведь как красиво все начиналось. Компания «Инвестойл» якобы инвестировала в нефтяную промышленность, активно привлекала займы населения под 29% годовых. Упускала даже собственную газету и устраивала мнимые розыгрыши автомобиля. Что лично меня поразило в данном случае, так это особый цинизм. За месяц до своей кончины фирма для привлечения легковерных граждан объявила акцию «Отдай деньги до конца марта и получи 31% годовых». «Так 31% почему? Хочется? В Сбербанке что там, господи?» «Вот они и повысили. А здесь 31% хочется? Пенсия-то маленькая». «Я только 9 февраля заключила с ними договоры». «Много денег отдали?» «Да». «Да». «Попали, да?» «Все. Все. Я потому что с некоторых... У меня были в разных банках деньги. Я сняла последние, чтобы какую-то сумму доложить. И все. Обидно». «Главное, где их теперь искать неизвестно». «Здесь все четко, ребят. С кем мы заключали договор? Вот, пожалуйста. Романов, Владимир Алексеевич, действующий на основании доверенности и так далее, со мной заключил договор. Вот его роспись. Только чья роспись, его или нет, это вопрос в корючке. «Романов, он не существует. Прямо здесь все. Все. Все может быть. Может, он вообще действительно нет. Ну, как же не поверить-то? Люди такие вроде... Ну, с такой уверенностью. Вот вы сейчас... Да вы хотите, вот у нас будет собрание, мы сделаем. Мы генеральную вам приглашаем. Какую генеральную? Где он как? Там, мне кажется, даже фамилия вот написана. «Без расширки». «Она вообще, по-моему, с потолка». «Ну, как же так? Ну, были МММ всякие, да? И все равно вот поверили, да?» «Ну, вот что вы поверили?» «Вот мы расплачиваемся. Все мои движения. Очень, конечно, для меня это трагедия большая». Пенсионеры, народ доверчивый, все свои сбережения понесли мошенникам. Не ради красивой жизни. У многих это были последние гробовые деньги. «Сейчас похоронить 100 тысяч было, а сейчас 180 тысяч надо. Вот я и положила, думаю, до смерти мне маленечко набежит. Ну, 75 лет мне. Теперь опять будешь без мяса жить. Только на одну картошку да морковку. И все, больше не хватает ни на что денег». «Жулики. Жулики. Жулики настоящие. Пересажать, одному голову отрубить. Отрубить, чтобы и показать, чтобы воровать. Вот они не будут... Рост закрылся. Этот закрылся, этот закрылся. Да что это такое? Смотрите, одни пенсионеры. Гады. Гады, настоящие гады. Что я сейчас сказать русскому народу? Обманывают нас. Обманывали и будут обманывать». Сколько людей остались без денег, с никчемными бумажками договоров на руках, подсчитать пока невозможно. По разговорам не меньше трех тысяч человек. Точную цифру предстоит установить полиции, куда уже потянулись вкладчики с заявлениями. АБЭФ сейчас ведет проверку. В поле зрения оперативников попали еще три фирмы, в том числе региональная инвестиционная компания, чей офис еще недавно соседствовал с Инвестойл, но сегодня тоже закрыт. Как гласит объявление, якобы по техническим причинам. Но некоторые пенсионеры, умудрившиеся подарить свои сбережения сразу нескольким конторам, теперь уже догадываются об истинной подоплеке событий. «Сказали, что будут объявлять банкротство. И после того, как объявят банкротство, соответственно, будут в течение девяти месяцев выплачивать деньги только те, которые мы вложили. Понимаете? Вот так вот. А если мы в милицию пойдем, то арестуют все это дело. Мы вообще ничего не будем иметь». Цепичная уловка – запукать вкладчиков в надежде, что таким образом удастся втихую скрыться. Большинству этот трюк удается. «Вот так вот. Вот так вот. И стыдание совести, да?» Это уже офисный центр «Вертикаль», где на восьмом этаже располагалась региональная инвестиционная компания, а на 21-м еще одна надежная контора – «Альянс Т». «Мне это же не смешно просто. 25-го на этот раз число опечатано». Еще буквально пару недель назад, когда я впервые здесь побывала, сотрудники обеих фирм, излучая оптимизм, сулили всем доверчивым гражданам светлое финансовое будущее. Вот руководитель самарского филиала «Альянс Т» некто Алексей рассказывает мне, что приехал из Москвы и бизнес так хорошо пошел, что скоро он будет открывать еще один офис. «Планирую на солнечное офисе, все один офис». «Ну то есть как бы люди идут?» «Люди идут, люди звонят в Новокуйбышевск, люди звонят в Тольятти. Мы занимаемся, в основном вкладываем личные средства заемщиков, недвижимость не только в России, но и за рубежом, и в дорожную и строительную технику». «Если, не дай бог, там что случится?» «У нас на этот случай есть резервный фонд, есть недвижимость, есть техника в наличии». «А кто собственник всего этого? То есть кто самый главный? Человек надежный вообще?» «Надежный человек». «Где теперь этот надежный человек и весь его резервный фонд?» Вопрос риторический, поскольку задавать его некому. А я бы не отказался еще раз посмотреть, в честные глаза зазывал. Вот менеджер региональной инвестиционной компании «Алена», которая ныне и след простыл в конце марта, меня убеждала, «Если отдам ее фирме 300 тысяч рублей прямо сейчас, то к лету заработаю еще 150». «Это не пирамида?» «Нет, это не пирамида». «Точно?» «Не пирамида, точно». «Я не знаю, довольно-таки сложно, наверное, здесь офисов сразу прикрыть. У нас такая же схема работы в Тольятти еще». «Вот». «Ну то есть вы точно не мошенники?» «Нет, точно не мошенники». «Ну понятно, они не мошенники, просто честные бизнесмены, не рассчитавшие рисков». Так, мне кажется, будет рассказывать директор компании Андрей Хосеев оперативникам, и если им суждено, будет его увидеть воочию. То ли дело конкуренты. Менеджеры региональной инвестиционной компании накануне ее краха убеждают, отдайте деньги нам, но ни в коем случае не ходите в фирму «Гелиус», чей офис этажом выше. На самом деле, где-то ходить опасно. Почему? Потому что они там удерживают клиентов, уговаривают прям их вообще, чтобы они подписали договор. Прямо вот за рукав ее подстинуут. Они вот закрываются, потому что они не могут выплачивать деньги уже с декабря, до Нового года, в общем. Они еще не могли выплатить деньги, вернуть. Так что вот к ним не заходите точно. После такого напутствия у меня не было шансов не заглянуть в «Гелиус». Как выяснилось, не зря. Здесь я повстречала единственного честного сотрудника инвестиционной компании. Он и такой человек, убедившись, что нас никто не слышит, ждал весьма дельный и предельно откровенный совет. Это все ненадежные вещи. Вот тоже ненадежные получаются? Давайте мы там голос избавим. Да, хорошо. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше. Мой личный совет. Потому что то, что пишут, это тупо обман. То есть это тупо собрали деньги и исчезли, что называется? Спустя три дня после моего визита в офисе «Гелиуса» уже шли обыски. Сейчас контора опечатана, возбуждено уголовное дело. Вот здесь сидел тот самый молодой человек, который нам честно признался, что они все мошенники, что мы брали свои деньги и бежали отсюда как можно быстрее. Суть по всему он тоже уже убежал. Не знаю, правда, дает ли он показания следствию или просто убежал. Ну вот, никого нет. Все ушли на фронт и деньги вкладчиков унесли с собой. У вкладчиков «Гелиуса» есть еще призрачный шанс на обретение утраченного. Редкий случай директора компании удалось арестовать. 30-летняя Юлия Жильцова сейчас в изоляторе. По горячим следам силовики пытаются установить, где она могла спрятать сбережения заемщиков. Сама бизнес-вума жила скромно на съемной квартире. Вино она категорически не признает. Мол, во всем виноват финансовый кризис и нестабильность валют. Показания дают только рядовые сотрудники, потому следователь охотно согласилась посмотреть съемку скрытой камеры, которую удалось сделать буквально накануне заката «Гелиуса». Это в какой период времени было? Это было в конце марта. Конец марта. Прямо накануне вашего области, что называется? В 20 марта, да. Но тут уже сотрудники... За дня за три мы были для вас? Да, да, да. Вот мы уже готовы вам предоставить эти материалы. Да, давайте. К сотрудникам данных организаций они сейчас сотрудничают со следствием и дают показания. Это все? Не надо же ничего. Данный молодой человек допрошен свидетелей. В жильцовы были введены в заблуждение и сотрудники этих организаций, которые до последнего не подразумевали, не понимали, что это является финансовой пирамидой, и добросовестно привлекали займы от населения. Многие сотрудники этих организаций также являются вкладчиками. Данная организация, как полагает следствие, изначально была создана для хищения денежных средств путем мошенничества, так как привлекая займы от населения, денежные средства не вкладывались ни в какие программы. Кроме Гелиоса, госпожа Жильцова возглавляла еще одну фирму с не менее романтичным названием – Арго. Так что поклонница древнегреческой мифологии грозит весьма солидный срок. Съемку скрытой камеры я передала следствию для приобщения к уголовному делу, а кадры, которые были сделаны в региональной инвестиционной компании и фирме «Альянс Т», оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку процессуального решения по этим конторам пока не принято. Выбрала я эти конторы для проверки произвольно, просто открыла бесплатную цветную газету и ткнула в первые попавшиеся объявления, где обещали фантастические проценты. Какой из этого вывод? Простой. Убедительно вас прошу, не верьте, когда вам гарантируют прибыль, обещая от 28 до 120% годовых. Ведь не случайно ни один банк не предлагает подобных ставок. Потому что, говорят эксперты, такие деньги возможно заработать только в одном случае – если вы играете на бирже. По сути, это тоже казино, только легальное, где в одну минуту можно стать миллионером, но можно и все потерять. И потому честные инвестиционные компании своим клиентам никогда не посоветуют отдать последние деньги и никогда не пообещают стопроцентный успех. Если вас убеждают в обратном, заманивают подарками и мнимой страховкой займов, знайте, перед вами мошенники. И не говорите потом, что вас не предупреждали. На сегодня, пожалуй, все. Ставлю в этой теме пока многоточие. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин